Студия «Медиакнига» представляет Василий Сахаров, Мечник Исполняет артист Михаил Росляков Глава первая Кубанская конфедерация, Станица Павловская 15 ноября 2061 года Майор Черепанов Стройный брюнет, затянутый в армейский камуфляж Оторвался от ноутбука, на котором что-то печатал Поднял на меня взгляд и спросил «Может быть, все же останешься?» «Нет, командир. Для себя я уже все решил. Хватит. Свой пятилетний контракт я отработал честно, а теперь на вольное хлеба хочу уйти. Деньги есть, связи имеются. Да и подругу мою, что за морем, в Трапзоне с ребенком осталось, сюда перетянуть хочу. Построю дом в Гвардейском, отдохну, а там уже и решу, чем заняться. «Ну, раз так, значит, иди своей дорогой и не отступай. Однако, если захочешь вернуться, то прапорщика я тебе в бригаде сразу пробью и в военное училище отправлю. У нас офицеров не хватает. Да и с хорошими сержантами проблема. Сам все знаешь». «Это да. Это я знал. После похода на Кавказ, где наш экспедиционный корпус умылся кровью, потерял более 60% личного состава и все тяжелое вооружение, от нашего гвардейского батальона спецназа в строю осталось 4 человека. Мы вернулись в станицу Павловская, где находился базовый лагерь нашей славной 4-й бригады. Некоторое время отдыхали, и началась обычная служба. Президент Симаков, по сути своей диктатор, нашего государственного образования под названием Кубанская конфедерация, приказал восстановить наш батальон, и понеслись деньки один за другим. Мне, самому обычному гвардейскому сержанту Сане Мечникову, дали под командование группу молодых разгильдяев, готовых послужить Родине, и я постарался за год с небольшим сделать из них настоящих бойцов. Думается мне, что это у меня получилось очень хорошо. Все 15 человек, находившиеся у меня под началом, стали настолько лютыми бойцами, что их даже свои сослуживцы немного побаивались. И неважно, новобранцы или ветераны, все едино. В душе я гордился этими парнями, и передал им все, что знал и умел сам, а может быть даже чуточку больше, поскольку не скупился, и за небольшое вознаграждение нанимал в бригаде инструкторов, которые в какой-либо военной специальности понимали и знали больше, чем сержант, отслуживший пять лет. Завтра заканчивается мой пятилетний контракт, который я в свое время подмахнул, не глядя. Я попрощаюсь с парнями, прошедшими со мной очень многое, с бойцами моей группы и с нынешним командором батальона. «Что будет потом?» Над этим вопросом я размышлял часто, но так до конца и не определился, на какой путь мне все же встать, не потому, что были какие-то сомнения, а по той простой причине, что знал, строить долгосрочные планы в нашем изменчивом мире бесполезно. Человек, в данном случае я, может размышлять о чем угодно, но вот куда его кривая судьбы вывезет, предугадать нельзя. Впрочем, я верил в свою счастливую звезду и хотел надеяться только на лучшее. Впереди свободная жизнь, игра начинается, но уже сейчас у сержанта Мечникова есть некоторые планы и несколько козырей в рукаве. В первую очередь, конечно же, это деньги, которые у меня имелись. Не много и не мало, но три тысячи золотых конфов наличкой. Это, между прочим, сорок пять килограммов драгоценного металла и акции некоторых предприятий нашего государства общей стоимостью еще в пятнадцать тысяч монет. Пока все это хранилось у нашего бывшего комбата Сергея Ивановича Еременко, который после полученных на Кавказе ранений не смог более тянуть на себе командование батальоном, но и службу не бросил и сейчас заседал в органах государственной безопасности заместителем начальника аналитического отдела. Неплохо пристроился полковник, глядишь, что и мне это как-то пользу принесет. Во-вторых, мои надежды укреплялись тем, что, наконец-то, на границах конфедерации воцарилось относительное спокойствие, которое несло стране долгожданную стабильность и возможность развиваться без угрозы со стороны внешних врагов. На севере мир. Царь Иван подписал пакт о ненападении и, как говорят, тихо спивается у себя в столице городе Шахты. В Крыму нанесен удар по караимам, и они отступили к западному побережью полуострова. На востоке, после сражения под мокрым Батаем, единственная уцелевшая орда дикарей беспредела все же обогнула озеро Маныч-Гудило и ушла в сторону Волги. Самая главная проблема оставалась на Кавказе, где войска новоисламского халифата стремились пробиться к нашим внутренним районам. Однако в течение летней военной кампании, блестяще проведенной нашим самым лучшим полководцем генералом Крапивиным, южане были вынуждены отступить. Как вещало столичное радио, главный источник информации в нашем государстве, было проведено сразу четыре наступательных операции, и сейчас, понеся огромные потери, южане вновь откатились на территорию Грузии и Азербайджана. Они потеряли всю Кабардино-Балкарию, Аланию, плодородную Рионскую низменность и большую часть Чечни, и вновь собирали войска для очередного рывка на север. О мирных переговорах речь пока не шла. Халифатцы все еще были сильны, но Крапивин должен был их дожать в течение зимней кампании, и сомнений в том, что новоисламский халифат потерпит поражение, не было ни у кого. Опять же, Трапзон от них откачнулся и заключил с нашими войсками, вышедшими к Кабулете, временное перемирие. И третье, что вселяло в меня уверенность в завтрашнем дне, это то, что я был молод, мне всего только 22 года, я здоров, силен, неглуп, хорошо подготовлен и готов принять любые удары судьбы, выстоять и оказаться победителем. Можно сказать, что это самоуверенность, а с другой стороны, это знание своих сильных сторон. О чем задумался, прервал мои думки Черепанов. О гражданке, командир, усмехнулся я и сам спросил. А ты отчего в отставку не выйдешь? Что мне там делать, мечник? Я воин и кроме как воевать ничего более не умею. Веришь или нет, а как одежду гражданскую одеваю, так места себе найти не могу. Батальон мой дом и здесь моя родная стихия. Понятно, протянул я. Еременко при встрече что-нибудь передать? Да, в общем-то нет, пожал плечами комбат. Мы с ним по рации частенько общаемся, а вскоре телефонную линию к Павловской протянут и совсем хорошо будет. Насчет Исмаила что-то слышно? Майор нахмурился и ответил. Нет, ничего нового. Известно точно, что Гену Симакова в Грузии именно он достал, но вот что с ним потом случилось, неизвестно. Его искали, и, между прочим, очень хорошо, но никто найти не смог. Как воду Исмаил канул, и, наверное, для него это самый лучший вариант. Все же он не кого-то привалил, а старшего сына президента, хоть и предателя, но все же родную кровь. Как Симаков-старший отреагировал на это убийство, можно только догадываться, так что, скорее всего, сидит сейчас наш комрад где-то высоко в горах. Вот пусть там и находится. Ясно. Я встал с креслица, в котором сидел. Ну, пойду, напоследок по лагерю пройдусь. Давай, кивнул офицер и вернулся к экрану своего ноута. Выйдя из штаба батальона невысокого и приземистого кирпичного домика на окраине станицы Павловской, огляделся. Все как обычно. В палаточном лагере, раскинутом вокруг нескольких улиц, все та же суета. Хотя, большей части нашей бригады здесь нет. Кто на Кавказе, кто на Дону, а кто и вообще непонятно, где боевую задачу выполняет. Однако, два батальона всегда на месте. И, как обычно, над плацем разносится гневный голос майора Максимова, этого человека-переростка, готовившего для бригады новых бойцов. «Эх, хорошо-то как!» Я полной грудью вдохнул осенний ветерок и направился в сторону палатки, отведенной под нашу вторую группу. хорошо-то как!» хорошо-то как!» «Эх, хорошо-то как!» «Эх,